Итак, всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Зазепа. Продолжаем наши уроки по блендеру. Скажем так, я записывал этот урок, но запись у меня получилась битая, поэтому я ее не выкладывал, и сейчас надо будет мне все перезаписывать. Ну, мы опять на сцене находимся. Удаляем эту камеру, удаляем освещение. И, наверное, все-таки, если мы будем здесь обсуждать развертку, будем обсуждать модификаторы основные, скажем так, которые вам потребуются первое время, я лучше покажу этот пример, ну, в принципе, да, на примере головы, которую я сейчас замоделю. Ну, кнопочку N нажимаем, открываются у нас модификаторы, ну, и будем сейчас моделить голову по-быстрому как-нибудь. Так, сначала я выставляю вот так вот, чтобы она находилась сбоку, ну, и по положению вверх. То есть, что там один кубик у нас стоит в нужном нам положении, переходим в режим правки сразу. И, собственно говоря, подгоняем его, чтобы он был похож на голову, наш кубик. Так, это у нас шея будет. Ну, кнопочка N сейчас будем выдавливать. Так, это у нас подбородок. Это у нас уже будет нижняя часть головы. Как-то вот так вот. Наверх. И, собственно, вот уже что-то начинает походить на голову. Вот так вот делаем. Отлично. У нас есть уже что-то похожее на голову. Так, такая шея пониже бы сделала как-нибудь. Вот так. Зажимаем Alt, выделяем все по дужности. Тоже пускаем ниже. Отлично. Теперь нам нужно что сделать? Нужно удалить эту часть. Сейчас объясню почему. Потому что мы будем применять модификатор отражения. Но перед тем, как это сделать, чтобы он получился у нас ровно наложенным, нам нужно выставить точку, точку опоры, скажем так, модели. Я не знаю, как это правильно называется, но вот видим, мы модель можем двигаться вот здесь вот. То есть находятся наши координаты. Что нам нужно сделать? Нам нужно задать точку положения нашего курсора. Вот видите, мы нажимаем, у нас такой типа прицельчик появляется. Проматываем вниз, видим положение. 3D курсор вот здесь вот. Выставляем все по нулям как-нибудь. Можно даже по координате Z поднять на 1. Да, ну так, чтобы оно не сам внизу было. И здесь в инструментах задать опорную точку 3D курсора. Отлично. Вот у нас теперь он здесь. Теперь можно делать со спокойной совестью отражение. Переходим сюда. Нажимаем на этот ключик. Добавить инструменты и отражение. Здесь можно менять, где оно будет отражаться. То есть у нас здесь стоит ось X. Нам не нужна ось X, нам нужна ось Y. Вот такая вот у нас тут ось Y. Нажимаем применить. Обязательно все это делаем в режиме объекта. Потому что у вас может не примениться модификатор. Применить нажимаем. Все. У нас отразилось. Почему я, кстати, располовинил так модель, а не сразу ее цельным куском? Потому что нам нужна вот эта область посередине. Это важно. То есть важная часть элементов. Но я смотрю, у нас голова немного широкая получилась. Поэтому я ее немного сужу. Как-то вот так вот пускай будет. Так, следующее. Что нам нужно? Нам нужно немножко модель усложнить. Это тоже делается модификаторами. Но нужно немного подрезать нам дно. Я сейчас покажу, почему я это сделаю. Потому что добавить модификатор мультиразрешения. Также все модификаторы в режиме объекта производятся. Нажимаем подразделить. Видите, у нас, скажем так, наше дно, оно немного окурное применилось. Нас это не устраивает. Нажимаем на крестик. Отменяем. Переходим в режим правки. Удаляем дно. Удаляем по граням. Все. Опять режим объекта. Модификатор. Мультиразрешение. Подразделить. И теперь у нас шея получилась примерно такой, какой нам нужна. Все. Нажимаем применить. Также в режиме правки сейчас немного нашу голову подкорректирую. Так. Нажимаем 5 на клавиатуре. Нажимаем 1. Нет. Выбираем, короче, нужную область. Нам 1. И, собственно говоря, подгоняем нашу голову под нужную нам форму. Вот так вот. Как-то вот так. Отлично. Что следующее нам нужно сделать? В принципе, шею, не знаю, я бы ее немного чуть утоньшил. Делаем это дело вот так вот. И отлично. Вот так вот здесь вот еще сделаю. Замечательно. Здесь тоже можно немного ее как-то сделать чуть объемней. Нашу голову. Все. Замечательно. Теперь голова у нас такая уже чуть похожая на то, что нам нужно. Но, опять же, нужно ее еще чуть-чуть усложнить. Так, нет. Нужно сделать, наверное, вылеску для окта. Нет. Вылеску для окта мы будем делать после еще одного усложнения, потому что пока это не получится. Добавляем опять мультиразрешение. Подразделить. Применить. Замечательно. Режим правки. И вот на этом этапе уже можно делать глаза, нос, уши. То есть, как глаза делаются на данном этапе. Выбираем фронтальный вид. Вырезаем примерно те области, где у нас должны находиться глаза. Рот. Рот у нас примерно тут. Теперь всю эту мишуру нужно опустить. Как-то вот так. Я могу сейчас не запариваться с одной стороны это делать, потому что я могу, опять же, сделать модификатор отражения, и все оно будет симметрично, допустим, левой стороне. Рякую часть стороны я удалю. Так, и рот тоже немного подгоним. Так, нам бы тут не помешала бы еще одна область под нос. Как это можно сделать? Есть такой замечательный инструмент. Нет, давайте мы его пока применять не будем. Этот замечательный инструмент. Я хотел сказать про инструмент нож, который можно вот так вот подразделить модель. Видите как. Но мы пока этого делать не будем. Я хочу что? Я хочу опустить вот это дело под нос. Выделить здесь пару точек, чтобы оно как-то более равномерно там было. Вот здесь вот. И вот здесь вот. Даже вот так вот сделаю. Что мы делаем дальше? Нос, в принципе, у нас вроде как должен выдавливаться. Поэтому нажимаем кнопочку Е и выдавливаем наш нос. Ну, теперь будем подгонять его под формы лица. Вот так вот так вот. Ну, теперь более-менее что-то похожее на нос, только он какой-то широкий вышел. Ну, сейчас мы все это дело подправим. Вот так вот. И сужаем. Замечательно. Уже что-то похожее на нос. Только да, его чуть-чуть объемнее нужно сделать. Опять же его чуть удлиняем. Клавишей Z мы можем сделать нашу модель прозрачной. И тоже клавишей сделать ее обратно непрозрачной. Вот так вот. Ну что, в принципе, уже выглядит неплохо. Так. Выделяем наши глаза. Мы тоже сделаем чуть более красивше. Вот так вот. Как-то вот так. Замечательно. Нужно будет сейчас сделать тоже еще и для ушей. Z выделяем, чтобы она с обоих сторон не выделялась. Так. Ну, уши, конечно же, вроде у человека они поближе находятся. Да, уши тут находятся поближе, но что-то у меня голова просто немного вытянутая вышла. Давайте это подправим. Как-то вот так вот ее чуть-чуть. Ну и замечательно. Вот так вот. Переходим обратно в режим правки. Уши у нас... Выделяем наши уши. Вот так вот. Чтобы они с обоих сторон выделились. Опять клавиша E. Ну и в стороны их разводим. Наши уши. Так. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Делаем что-то похожее на уши. Потом опять применим инструмент осложнения и... Будем все наши формы усложнять. Ну, замечательно. Что-то уже похоже. Только еще немного вши. Все. Так. Режим объекта. Добавить модификатор. Опять же, это будет у нас мультиразрешение. Подразделить. Вот уже что-то похожее на уши. У нас, конечно, не совсем. Не совсем еще все гладко и идеально. Опять же, тут все надо это подгонять дело. То есть, нос у нас округлился. Так. В чем проблема? Он мне немного подвисло. Подгоняем наш нос. Так, уши. Я, в принципе, потом могу делать все, делать кисточку. Поэтому я сейчас не буду запариваться. Сделаю глаза. То есть, нужно сделать их вовнутрь. Нажимаю Е. Как-то вот так. И немного их, скажем так, сужаю. Правую часть я пока трогать не буду. Так, нажимаю клавишу F. Он создает грань. Замечательно. В принципе, сейчас можно опять голову отразить. Нажимаем Z, чтобы оно все выделило. Так. Нет. Глаз нам не нужно выделять. Давай еще раз сделаем. Вот так вот. Делет Ганя. Режим объекта. Модификатор. Отражение. По Y. Применить. Все. Замечательно. У нас теперь симметричные глаза вышли. Что делаем дальше? В принципе, дальше что? Уши. Уши у нас пока не совсем похожи на уши. Ну, это дело тоже, опять же, все поправимое. Вот. И знаете, как мы это сделаем? Так. Нужно сначала рот сделать. Потом уже уши. Рот немного у меня широкий получился. Но это сейчас тоже поправим дело. Ну, как-то так. Немного его расширив. Делаем, наверное, сейчас попроще. Потому что мы будем делать потом развивку. И мы со всем этим делом запаримся. Как-то вот так. Нажимаю Z, чтобы видеть. Но, опять же, можно это все дело на F. Можно, конечно же, объединить. С хлопком, допустим, сделать. Но мы будем делать только так. Отлично. Что делаем дальше с головой? Так, наверное, про кисточку я объясню в третьем уроке. Пока будем делать все развивку. Но вообще все это делается развивка лишь на конечном этапе. А я это все делаю для того, чтобы записать урок. А вам это уже там... Как ваше творчество верит, что вы захотите замоделить. И с какой сложностью это все будет. Это уже будет, в принципе, ваше дело. Так. Делаем развивку. Для того, чтобы сделать развивку, нам нужно открыть второе окошко. Вот здесь, прямо в верхнем углу, один раз потяните. И у вас откроется точно такое же окошко, как у вас слева. Выбираем этот кубик. Редактор UV изображений. Появился такой квадрат у нас, скажем так. И что теперь делаем. Нужно сделать развивку головы. В принципе, развивка головы делается очень просто. Для этого достаточно выделить зоны. Зажимаем CTRL, помечаем их всех до низа, скажем так вот. В полисетку. CTRL-E. Вот это ребра выбираем. И пометить шов. Собственно говоря, здесь же находится для того, чтобы CTRL-E очистить шов можно. То есть, чтобы он не был помеченным. Что делаем дальше? Дальше нам нужно сделать развивку. Выбираем кубик. Выбираем все. То есть, на клавишу A в авиатуре полисетка UV развернуть. У нас получается, в принципе, адекватная развивка. Потому что это голова и она очень просто разворачивается. Это не такой уж особо сложный предмет для развивки. И я поэтому сделаю что-нибудь еще. Добавлю какой-нибудь объект. Создать. Я не знаю, сейчас что-нибудь рандомное создам. Чтобы просто объяснить основу развивки. Давайте это будет какой-нибудь... Какой-нибудь такой... Футуристический пистолет. Так, так, так. Ну, замечательно. Что-то уже похоже на пистолет у нас есть. Такой, знаете, как в Fallout'е был. Почти. Замечательно. Так, теперь нам нужно сделать развивку из этого пистолета. Режим объекта. Так, у нас, как видите, здесь... Если мы добавляем новый объект, то разделку мы можем делать по-новой. Режим правки. Теперь надо будет как-то нарезать этот объект. Как мы это делаем? Как мы это делаем? Ну, допустим, это будет у нас... Вот так вот, вот так вот. Это, знаете, как... Вот есть какие-то вырезки, там, допустим, для склеивания. Вот. Примерно то же самое тут делается. То есть, пресетка, Ctrl-E, пометить шов. Ну, и рукоятку надо как-то тоже сделать отдельно. Вот так вот мы помечаем. Один, два, три, четыре, пять. Да, в принципе, полисетка, UV, Ctrl-E, пометить шов. Выбираем весь наш объект. Нажимаем кладушу A, то есть, для этого... Так, как невольно меня звонят. Немного звонок пока. Плесетка, UV, развернуть. Получился у нас такой вот пистолет. Мы можем все это дело редактировать в этой панели. То есть, есть клавиша S английская. Она это увеличивает масштаб. Можно как-то ее на клавишу G переместить. Допустим, вот в этот квадрат. Ну, либо на клавишу R английская. Можно повернуть все это дело. Опять же, есть тут... Нажимаем на кнопочку UV. И у нас вот есть, допустим, отражение. Отразить по оси Y. И он перевернется у нас, допустим. Мы этого делать не будем. Просто, если я увеличу... Как еще можно делать развертку? Можно делать это по проекции из вида. Скажем так, у нас вот есть пистолет, да. Переходим в такой вид. Делаем вот так, вот так, вот так вот. Нажимаем полисетка UV проецировать из вида. И вот, у нас появился именно как он выглядит у нас на камере нашей. Можно делать опять же такой вот трюк, типа вот с двух сторон выделяем. То есть, схожее по местному положению. Опять же, полисетка UV проецировать из вида. Можно также еще делать вот так вот. UV писать в границе. То есть, он немного сужится, потому что здесь квадратное изображение. Вот, всегда нужно это учитывать. Вот. Ну и отдельные части мы тоже там как-то вот домоделим. То есть, впишем в нашу развертку, потому что это нужно. Для последующих действий, для накладки текстуры и всего прочего. Как еще можно развернуть модель? Опять же, выделяем ее всю. Умное вида проецирование. То есть, он как-то автоматом делает без всех этих пометок зон. То есть, он раскидывает как может максимально на все это изображение. Но не всегда получается корректная развертка. Поэтому, смотрите. Делайте все по своему усмотрению. Какая еще есть развертка? Есть для как-то освещения. Он вообще тут все разберет по квадратикам. То есть, тоже имеет свое применение. Скажем так. Проекция куба. Это вообще какая-то белюберда получается. Поэтому мы делаем просто развертку по нашей помеченной зоне. Как можно тут редактировать в этой панели развертки? Мы можем отдельно пометить, допустим, это у нас явно вот это днище. Оно у нас чуть растянутое. Выбираем эти два квадратика, допустим, на клавишу G. Так, G мы тянем. Вот так вот. Ну и вот так вот. Можно с зажатым контролом он более равномерно будет тянуться. Все. Простягиваем как-нибудь так. Старайтесь всегда максимально большее количество этого квадратика занять, чтобы максимально качественная текстура вышла. Вот так вот. Замечательно. У нас получилось UV-разверт. Что мы делаем дальше? UV. Экспортировать. Давайте я папку видео, куда я, собственно говоря, снимаю урок. Видео. Blender. Pistol. Pistol. Экспортировать UV-развертку. Отлично. Так. Ну и голову, в принципе, тоже тогда сделаем. Объект. Режим правки. UV. Экспортировать. Видео. Видео, 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 видео. Blender. Назовем это так. Экспортировать. Ну, в принципе, пока вы можете все это дело сохранить. Можете сохранить как он сохранит. Короче, в формате Blender. Я обычно предпочитаю это делать в формате FUBOX, в Object. Можно в других форматах экспортировать. Кому как удобней. Так. Видео, 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 видео. Снизу находится. Blender. Назовем. Head. Пistol. У нас тут две модельки. Опять же. Можно тут все это дело переименовывать. То есть, куб это у нас Head. Это у нас Pistol. Можете по-русски писать. Вообще без разницы. Что я еще хотел сказать. Если вы текстурки делаете Substance Painter, если вы знаете эту программку, обязательно переходите вот сюда и нажимаете создавать материал. То есть, так. Подождите, на голову. Что-то не то. На голову тоже отдельно материал создается. Ладно. Не суть важная. Ну, пока это все дело сделаем в Photoshop. Так, Photoshop. Открываем его. Идем пока он загрузится. Будем делать текстурку нашу. Она у нас сохранилась пока в таком виде сетки. В виде сетки, как и пистолет. В принципе, перетягиваем в Photoshop голову. Открывается картинка. Вы можете, если вы знаете Photoshop, в принципе, эта программа необходима для работы с текстурками, как и Substance Painter. Тоже можете ее изучить. Она почти ничем не отличается от Photoshop. А тоже, в принципе, легко разобраться. Но все-таки лучше посмотрите пару уроков на YouTube. Так, редактирование. Допустим, тут можно размер изображения поменять. Это не критично. Не бойтесь этого делать. Но я буду делать по стандарту. 1024 на 1024. В принципе, создаем новый цвет. Голову. Не знаю. Примерно цвет кожи делаем. Вот такой вот заливку. Заливка. Вот заливка. Для более аккуратной текстуры можете сделать как? Сделать вот так вот. Принятие на этот слой. Волшебная палочка. И, в принципе, можете тут все обтереть. Это дело. Но это делать не обязательно. Сейчас объясню почему. Потому что, когда вы, скажем так, будете в блендер накидывать эту текстуру, могут появиться по краям такие неприятные вещи, как вот это вот черные линии. Можно опять же сделать, допустим, вот так вот. Удаляем этот слой. И вот. Все у нас чики-пуки. Файл сохранить как? Head. Color. Обычно назовем это дело все. Ок. И сделаем наш пистолет. Пистолет. Тоже перетягиваем на новый. Новую картинку, которую мы будем редактировать. Так. Пистолет. Пистолет у нас имеет цвет металла. Цвет металла у нас такой синий. Опять же, это вроде по блендеру, не по фотошопу. Такой металлический цвет сделаем. Серый, даже больше. Заливаем все это дело. Можем даже сделать какие-то потектости на пистолете. Опять же, создаем. Не, мы можем даже сделать, знаете как? Берем кисточку. Берем более темный цвет. Какой-нибудь там. И что мы делаем? Ну, делаем потектости вот эти вот на пистолете. Это вот так, вот так, вот так. Я это делаю пока немного грубо. Так вот. Потому что все эти более тонкие, красивые модельки, это все нужно делать со Стас Пентери. Опять же, там всякие карты нормалей, декалей. Вы сделаете это исключительно только в той программе. Блин, а я это делал не на новом слое, да? Создаем новый слой и на нем уже делаем новые вот эти вот потектости, скажем так. Немного мурзата получается, но... Это потектости. Можно опять же все это дело брать из интернета, все это и там, я не знаю. Так, потектости на металле. Опять же, все это дело берем. Не знаю, как сохранить. Так, сохранить картинку как. Переносим это все дело сюда. Вот так вот. Создать дубликат слоя. Ctrl-T. Перемещаем. Подтираем немного шпуну. Выглядело у нас что-то как будто бы одно единое целое. Объединяем слои. Объединить слои. Делаем это вот так вот. Это слой мы вообще, блин, я не знаю. Делаем минимальным. Ну и что? Объединяем все вот эти слои. Объединить слои. Здесь мы делаем вот так вот. Волшебная палочка нам не тут нужна. Меняем все это действие. Выбираем именно этот слой первый. Делаем вот так вот. Вот так вот. Вот так. Вот так. И на этом слое, в принципе, все можно подтереть. Для аккуратности. Стираем, удаляем все это дело. Этот слой удаляем, потому что мне нужны черные линии. По бокам, по краям. Изображение, коррекция, цикла, вот там насыщенность. Делаем это дело, даже может чуть потемнее. Насыщенность. Замечательно. Файл. Сохранить как. PNG. Pistol. Color. Замечательно. Открываем наш блендер. В принципе, у нас моделька готова. Текстурка готова. Режим правки. Смотрите, чтобы у вас режим правки обязательно была выделена не одна часть, а все выделено. Открываем нашу папочку. Перетягиваем просто пистолет сюда. Режим объекта. Так, режим. Правки. Так, что-то не то. Так, вот так вот. Замечательно. Ну, вот такой вот у нас пистолет вышел. В принципе, выглядит как металлический. Можно даже сделать гладко, чтобы эти углы не бросались во взгляд. Ну, голова делается тоже налогично. Режим правки. Просто все это дело перетягиваем сюда. Режим объекта. Можно сгладить эту голову. Ну, такая простенькая голова получилась у нас. Ну, на этом, в принципе, можно урок по модификаторам, по текстуркам закончить. Что я могу еще показать, в принципе, в этом уроке? Какой модификатор? Нет, давайте уже в следующем. С вами был Зазепа. Спасибо. Пока.